Хорошо. Значит так. Во-первых, я просто, как всегда, я даже когда это планировала, я всегда думала, что я не буду рассказывать всякую теорию и всякую философию общую сразу с самого начала, как бы, и вываливать там общие идеи по поводу Маниту, его подхода к миру и так далее. А что мы это будем делать постепенно, по мере прочтения. И каждый раз немножко, с одной стороны, я возвращаюсь к тому, что мы уже, о чем мы говорили, с другой стороны, немножко обобщаюсь из того, о чем мы говорили, каков подход Маниту. И, в частности, сегодня я хотела немножко поговорить о философских концепциях Маниту, почему, что было это, как бы, подвигло меня на это. Я вчера ездила в Толя-Визу, очень интересную выставку, может, я потом про нее расскажу. Два замечательных художника, Миша Ихилевич и Элла Бышевская, они оформили потрясающее здание, там, в Москве, по-моему, сделали. Книги Таре с картинками на потрясающей красоте и эти все иллюстрации. Это совместная работа, очень удачная, по-моему. Ну, я ездила на выставку и обратно, мы с Дворкиным возвращались с Ильей. И как-то так в процессе разговора он рассказывал о том, что он делает сейчас, заканчивает антологию, наверное, перевод на русский, еврейский философии XX века. И как бы ему очевидно, что Маниту не входит в эту антологию, типа он не философ. Ну, я как бы в дороге, в поезде, в трясатках, мне как-то казалось глупо начинать философскую дискуссию или диспут на эту тему. Тем более, он хотел, чтобы я ему сказала о Бнойноах, о концепции Равашерки, о подходе вообще, о отношении Бнойноах к евреям и так далее. И поэтому я не хотела отвлекаться. Но поскольку он это как бы заделал, у меня какие-то такие заранее мысли, что я бы ему должна была сказать. Поскольку я ему тогда не сказала, вот придется, мне хочется это сейчас рассказать вам. И я думаю, что это важные вещи. Кроме того, я слушала по этому поводу очень интересного раввина, доктора в философии, а по профессии он преподает физику. Его зовут Равшмуль-Узейли. Он очень много интересных лекций читает на еврейском философии. В частности, если кого-то интересует, там, в прошлом году он читал лекции «Право человечеку» в рамках Кафедат. И это все есть на ютубе, если кто-то на еврейском интересуется. Он тоже из учеников Монетун. И он говорит, что, во-первых, по представлениям Монетун, способность к вере, способность к познанию истины, познанию Всевышнего – это некое уникальное свойство человека, которое в него заложено изначально. Мы об этом говорили где-то на одной из лекций, что таким образом его Всевышний создал. Он его создал способным к нравственному выбору, способному к вере. Это вещи близкие, зависящие друг от друга. Способность к нравственному выбору выполнять волю Всевышнюю в этом мире. И эта способность у него как бы эмонентная, заложена внутри себя, с одной стороны. Но с другой стороны, с точки зрения Монетун, он не отрицает необходимость философского исследования, философского анализа. Поэтому для него так важно понимать смысл, то, чем мы занимались в начале и в продолжении этих лекций, смысл понятия сотворения, смысл понятия брия, что это означает для человека, что это означает для нашего морального выбора, для нашего отношения с ближним. И несмотря на то, что у нас есть вот это нравственное чувство внутри, это способность к вере и познанию Всевышнего, с точки зрения Монетун, важно проводить вот философский анализ, который может его продвинуть, разбудить, дать ему реализоваться. Потому что иногда это чувство эмонентное нам, оно реализуется, иногда оно не реализуется. Поэтому это очень существенное различие, например, между ним и философией Хаббата. С точки зрения Хаббата, это эмонентно присутствует в человеке, и никаких философий разводить не надо. То есть есть всякие хаббатские книги, но это не философские книги. Они не занимаются анализом, выводом логическим. Они дают себе какие-то знания кабалы, представления хасидизма, представления раввинов Хаббата о том, как устроен мир. Но это не... чем это отличается от философа-феноменолога, который философ, он смотрит на мир, обращает внимание на какие-то феномены жизни, и от них, пытаясь разрешить эти проблемы, он обращается к Таре, и видит, как из Тары Тара ему помогает, отражает те же самые феномены и помогает ему в этом продвинуться. Так, например, когда мы начинали этот самый в первых... По-моему, был в самый первый урок, мы читали, что не то обращается к опыту человека и говорит, вот человек живет в этом мире и видит перед собой несовершенный мир. Это его травмирует. мир несовершенный, мир того во богу, мир, в котором царит несправедливость и существует смерть. И как этот опыт использует Манитон для того, чтобы объяснить нам природу творения? Он объясняет нам, что творение, как мы говорили, по своему даже корню этого слова, да, означает поведение наружу. То есть вар – это внешнее порождение, поведение наружу. И поэтому никак нельзя интерпретировать, как раньше интерпретировали, как некоторые философы в свое время интерпретировали, что творение – это творение «Yes, me, I'm», то есть чего-то из ничего. То есть раньше не было как бы ничего, а потом все возникло. Такой взгляд, он отрывает совершенно мир от его создателя. И для естественного мира в этом нет никакого парадокса. Потому что естественный мир, он действует по естественным законам. В нем царствует детерминизм, в нем царствует естественный закон, и никогда не меняется. В них нет ничего нехорошего, не плохого. К этому естественному миру не может быть никаких претензий. Он не может быть несовершеннен, он работает, тот часовой механизм, все хорошо в нем, все нормально. И пока не появляется человек, который осознает свой субъективный взгляд на мир и видит в нем какое-то несовершенство, все хорошо. И в таком мире вообще не нужен Всевышний, потому что в нем нет ни добра, ни зла. Он хорошо работает. Кто его запустил, фактически не имеет большого значения. Но когда появляется человек, тут появляется противоречие. Почему вот этот вот созданный человек, часть этого объективно существующего, нормально функционирующего, полностью определенного заранее, не важно, чем более Всевышнего или последовательностью причины-следствия мира, почему у него вдруг возникает какой-то собственный взгляд, собственная оценка мира. и это показывает, что в мире существует что-то имманентное противоречие. Между тем, что мир должен быть, в общем-то, жить по своим законам, в нем все нормально и все совершенно. И человек, который ощущает это несовершенство мира, вот это ощущение, оно возникает у человека, потому что у него есть собственная позиция, есть собственная оценка, у него есть свобода воли. И это то, что он ощущает в себе. И откуда она берется? Она берется именно оттуда, что мир не был сделан из ничего. Он был создан, сотворен Всевышним. С одной стороны, как вот такой мир закона, а с другой стороны, его прошлое лежало где-то за пределами этого мира. Оно было в потенциале. Человек ощущает вот эту связь свою с тем прошлым, или не прошлым, не знаю, как сказать, вневременным существованием, которое привело его в этот мир. Он ощущает свою связь с творцом, и она осуществляется как откровение. Откровение в таком случае – это не нечто выходящее, из ряда вон выходящее явление, которое почему-то иногда прорывается в мир. Это нормальное состояние мира. Может быть, оно не всегда задействовано. Может, оно проявляется временами. Может быть, оно проявляется незаметным нам образом. Но вот эта связь человека с Богом, она всегда существует. Именно она дает ему свободу воли. С одной стороны, а с другой стороны, обязывает. Это такая свобода воли, которая накладывает на меня обязательства. Она накладывает на меня обязательства заповедей. Она обязует меня ощущать вот эту связь со Всевышним. И вот это понимание, к которому приходит монету, оно с необходимостью связано с тем ощущением, которое человек видит в мире. Она опирается на это ощущение, непорядка, вот этого несоответствия, противоречия. И говорит, оно не случайно противоречия, потому что так Всевышний создал мир, так он создал человека в мире как некое особое явление, на которое возможно ответственность для того, чтобы привести мир к его цели. Я немножко, может быть, это самое далеко здесь зашла, но мне хотелось еще раз это подчеркнуть. И мне кажется, это очень вполне, такой подход, он вполне философский подход. Он не религиозный. Он связан, конечно, с религиозными постулатами, и с Тарой, и так далее, но так же, как и другая еврейская философия, она объясняет мир царей философским языком. Дальше, то, что я хотела сказать, это у нас было несколько вопросов с прошлого раза. Я пыталась тогда на них ответить, но я решила уточнить, что по этому поводу думает Гавриэла Беншмуэль, который, собственно, является составителем этой книги Судоеврии, Тайное еврейство. Она была ученицей Маниту, написала докторат по Маниту. В общем, она... Три книги вообще есть. Первая – это от Адама до Ноха, а дальше будет... Есть еще второй том и третий том вот этого Тайное еврейство. И она обещает, что докторат выйдет обычной книгой. Было бы очень интересно почитать, но на докторат, я думаю, я не осилию. Это такая очень довольно тяжелая книга, но поэтому авторы таких интересных докторатов их перерабатывают потом в книгу, которые были удобно читаемы. Ну, не важно. Так, один из вопросов, который мы поднимали, это, насколько я помню, Андрей спрашивал по поводу Нэш-Хая. И действительно, мы сначала видели, что идея такая, что Бог велел в шестой день создать Земле Нэш-Хая, а она, это вот, это вот такие рамки рассмотрения Маниту, она не смогла. И он тогда сделал ее сам. Спрашивается, а как же, вот в пятый день у нас уже упоминается о том, что была создана Нэш-Хая какая-то. Какой в этом смысл? И как бы мы обсуждали с Габриэлой, она как бы на этом, по-моему, мы вполне согласились, что это не какая-то определенная Нэш-Хая, а это тот потенциал, который Всевышний вложил в Землю, дал ей возможность создать Нэш-Хая. Потому что это нечто более высокое, чем все остальные создания. Человек – это нечто особенное в мире природы. И вот эта вот способность создать Нэш-Хая у Земли, он ей добавил, как представляет в Йом Хамиши. То есть, вообще говоря, то, что она не смогла это реализовать, это действительно, по-видимому, зависело в тот момент от свободы воли Земли. Так же, как и многие вещи, которые от нас зависят, и в наших силах мы, но мы, тем не менее, не делаем. Всегда в такой ситуации возникает вопрос о свободе воли. Или реально она, или она только нам кажется. С одной стороны, происходит так, что как бы мы поступаем по нашу свободную волю, а с другой стороны, все было запланировано на Всевышний изначально. Не лишает ли это нас, или Землю в данном случае, свободы воли. Ну и вот здесь тоже проходит большое различие, существует между Маниту и хасидскими многими подходами, в частности, подходом Хаббата, которые, вообще говоря, считают, что на самом деле, это только нам кажется, что у нас есть свобода воли, это наше как бы заблуждение, с нашей стороны так ведется мир. А у страны Всевышнего весь мир, и мы, в частности, это только его части, и поэтому все движется так, как запланировано, и свобода воли, она как бы только иллюзорная. Но Маниту, конечно, не согласны с таким подходом. Его подход, что это реальная свобода воли. Если мы спросим, а как же так, это считается, две разные как бы причины у одного и того же события. С одной стороны, то, что она не могла создать, не смогла создать человека, так было запланировано. А с другой стороны, это ее свободная воля. Ну вот это два, две причины. И в нашей жизни мы действительно не встречаемся так с тем, что у одного события могут быть две причины. И некоторые философы отрицают такое, и даже в мире, если мы встречаем из него и волю Всевышнего. А некоторые считают, что это нормально. И в царе это у нас часто встречается, в царе это называется принцип двойной причинности. То есть, с одной стороны, люди поступают так, как им кажется правильным, а с другой стороны, так запланировано всего. Братья продали Иосифов в Египет, потому что, это как бы собственная причина. Но Всевышний, это входило в его планы, потому что он собирался спустить народы Израиля в Египет. Так что, по мнению Габриэла, и мне тоже тогда казалось приблизительно так же. Вот это вот Нэфиш Хая, это некий потенциал заложенной земли. Тогда удалось ему создать эти таниним, которые внеизвестности, в общем-то, не очень понятные, загадочные, не животные. Может быть, они как-то несут в себе намек на Нэфиш Хая. Но это я сейчас не могу сказать. Второй вопрос, который был у нас по поводу ноготы, мне самой он интересен. И почему стыд проявляется только после греха? Я, собственно, это уже захватила, когда она уходила со вторым вопросом, я ей предложила два варианта, она сказала, что ей кажется, что эти оба варианты они правильные. То есть, с одной стороны, моя мысль, она с ней согласилась. Можно так понять, что этот стыд, изначально, он существовал только в потенциале у человека, возможность стыдить, существовал только в потенциале. И она в какой-то момент его истории, того, что произошло, она вдруг проявляется. То есть, он раньше тоже был обнажен, но она-то вынастелилась, просто стыд еще не вышел, не реализовался как возможность. То есть, человек иногда, это можно себе представить, долго делает что-то, что-то такое. Ему кажется, что такого. А потом вдруг в один прекрасный день он смотрит, говорит, послушай, это я, кажется, ворую. Можете я такое представить? А вроде, ему становится стыдно. Бывает такое. Он кто-то говорит, ты действительно вот так вот поступил? А он спокойно так поступает. Ну, это нормально. И вдруг он смотрит на себя со стороны и говорит, мне очень стыдно. То есть, стыд где-то лежал, но он не вышел, не реализовался. А второй вариант объяснения, что действительно после сидения от дерева добра и зла мир в каком-то смысле изменился. И до этого момента нагота не было стыдно. А до этого момента нагота в изменившемся мире, как-то, по-моему, Андрей такое говорил, если я правильно помню, в дискуссии, в чате, в изменившемся мире ценности поменялись уже. У них появилось, вещи поменяли свой смысл. То, что раньше было нормально, теперь стало ненормальным, тоже можно к такому привести пример очень много в жизни, что одна и та же вещь в разной ситуации может иметь совершенно разный смысл. Возможно, стоит добавить сюда общее соображение, необязательное, скажем, но, которое встречается у комментаторов царые, в частности. Когда я что-то рассказываю, мне трудно извлечь имена, имена вообще мне трудно извлекать, но так вдруг потом не равный профессор, вот я, профессор, я его когда-то, очень известный профессор из Танаха, он эту идею проводит, но он не он один, он на часто встречается, то, что человек с Ганадиной это аналогия младенчества человека, то есть младенец, когда он рождается, он совершенно беспомощный, у него ничего не требуется фактически, его кормят, его поют, его одеваются, о нем заботятся, и он в общем-то совершенно не стыдится, у него нет еще понятия добрей и злой, и он не стыдится своей ноготы, то есть какие-то изначальные представления, какие-то изначальные ощущения добра и зла, конечно, у него есть, он знает, когда ему плохо, он знает, когда ему хорошо, он иногда есть какие-то даже есть такие мидроши, что некоторые рабоним в младенчестве уже были настолько моральны, что никогда не плакали, маму свою не беспокоили, ну и так далее, то есть бывают дети более добрые, бывают дети менее добрые, но они все постепенно только проходят в эту взрослую жизнь, и стыд ноготы он появляется, и стыд вообще появляется только на каком-то этапе развития, не знаю, это хорошо согласуется с нашим текстом, плохо, просто мне хотелось заодно уже мысли, мы говорили на эту тему, это соглашается с той теорией, что на каком-то этапе, только это возникает, поскольку произошло какое-то взросление человека, может быть, оно произошло после сидения дерева добра и зла, и на этом этапе уже необходимо было стыд от ноготы вообще говоря, не совсем понятно, я так думаю, как вы считаете, вообще говоря, ногота как идеал, оно вообще говоря, это правильная вещь или неправильная? По прямому смыслу Тора выглядит как правильная. То есть по прямому смыслу, что Ганейден это как бы идеал некоторый, и мы стремимся прийти к тому же самому идеалу, и вообще говоря, не должны следить. То есть то, что мы вынуждены одеваться, закрываться, скрывать свою какую-то истинную сущность, это следствие порчек мира, которая произошла от сидения от дерева до братья. Но в другой стране мы не знаем, а что бы было, если бы я поэтому здесь сомневаюсь, а если бы они дождались и съели его тогда, когда положено, то есть не нарушили заповеди, как бы мир развивался, как бы развивалось в развитии человечества? Может быть, одежда у нее есть какой-то позитивный смысл и в идеальном мире тоже она помогает человеку выразить себя различным. Я просто так фантазирую. Одесса в нашем мире, у нее очень много функций разных, которые не всегда скрывают то, что там находится внутри или обманывают от слова багет, да, богет, богет, это слово богет, как бы, что ты одеваешь какую-то одежду для того, чтобы скрыть свое истинное существо. Наоборот, иногда она скрывает, иногда она раскрывает. Это как бы, мне лично не совсем понятно, я думаю, Мауска мне понятно. То есть, возможно, два варианта. то ли одежда в принципе была позитивной вещь, она должна была так попроявиться, она проявилась не совсем в той роли, которая ей была предназначена, в роли сокрытия истины. А может быть, действительно в будущем в каком-то идеальном вообще не понадобится никакой одежды, потому что мы придем к тому же состоянию Ганедена, этого райского сада на каком-то другом уровне, когда уже не будет никакого стыда в принципе от нас. Мы ничем таким мыслью не будем стыдиться, что это будет оттуда. Трудно очень все писать, поэтому да. Тем не менее, когда мудрецы описывают будущее, там улам-абба там всегда фигурирует одежда, насколько я заметил. Да, 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 да. Там говорится, что там одежда будет расти на деревьях. Помнишь, как есть медраж? Ну, один толковал, там был медраж ради Йоханна, что ли. Он толковал, это, кстати, там не прямо про это идет речь, но он толковал о том, что будет в будущем там драгоценных камней будет построено. будущее Иерусалим, и что одежда, или там еда будет расти на деревьях, и одежда тоже. Ну, в общем, там один был, который ему не верил, а потом поверил, но равно не очень рассердил. Он поверил, потому что он увидел своими глазами какие-то примеры того, как ткань, как бы, на пальмах иногда бывает такая ткань, как бы ткань, да. и человек это увидел и сказал, а, действительно, этому есть уже примеры настоящие, значит, толкуй, рам, толкуй, ты прав. А тот очень рассердился, что ты должен был верить себе с того, чтобы находить в этом примере в реальности, что это может быть. То есть, на самом деле, как бы, шла речь о будущем мире. Если бы там надежды не было, то ни к чему было бы и растя на деревьях. То есть, это кстати так. Ну, и в других вариантах, конечно. Меня просто сейчас вспомнят. И в других вариантах тоже. Но, с другой стороны, когда говорят о будущем мире, есть очень много разных ступеней, там, приход Мессии, будущий мир, а что там дальше, вообще неизвестно. скрыто. Потому что не предполагается, что мир кончится. Предполагается, что мы поднимемся на какую-то другую ступень. И что там будет дальше вообще, куда нам вообразить. Итак, я хочу, значит, поставить продолжение нашей... Можно я пока ищу, так интересно получилось. Ну, у меня там один знакомый фотограф, он такой, я бы сказала, фотограф-документалист, и он сейчас свои старые снимки ставит. И там из 90-х, ну, Андрей, наверное, вот подтвердит, у нас было тогда модно очень всякие перформансы делать. И там очень часто было даже целые театры, я помню. Люди очень часто на них раздевались, ну, или представления. И я подумала, это интересно, при вот таких каких-то сильных потрясениях, вот эта страсть, это же, ну, не только у нас было, это можно кучу примеров из истории привести, когда вот в какой-то момент именно вот это становится, что вот люди начинают там вот раздеваться, именно обнаженное тело как перформансы, ну, не просто так, а вот именно показ там, не знаю, в Америке, может, в 60-х или в Европе, там еще что-то. То есть это вот это одевание, раздевание, это, ну, несет в себе, конечно, большой смысл. Да, в Украине там девушки в верхней части одежды, они протестовали там, я уже не помню. Да, это в Украине было? они это использовали как протест. Ну, я что-то про Украину не знаю, у нас тут своих. Может, это у вас или в Украине? Я, я очень извиняюсь, я могу перепутать. Вы знаете, тут метраж Ханаков, нет? Кто не знает, я расскажу, очень интересный метраж Ханаков, который дает совершенно другую версию, как началось восстание космонейства. и она рассказывает так, что в те времена рыбского владычества, греческого, извините, был порядок такой, что местный владыч греческий, он там был, как он назывался, феодальный закон, вот это тогда первую ночь была положена феодалу, если девушка выходила замуж, право первую ночь. Их было такое право, это в те времена уже. То есть, это некая, некая такая довольно древняя штука. и ничего не оставалось делать, как евреи, которые женились. Девушку первую ночь отдавали местному начальству. и вот был такой случай, что в семье Хасманеев Хана, девушка такая из семьи Хасманеев должна была выходить замуж. И во время свадьбы она неожиданно вышла из паланкина и скинула себя в свою одежду. А ее там праведные братья схватили за мячи. Такой позор, какой позор, они сейчас свою сестру казнят за то, что она оскорбила почетное собрание. Она сказала, ага, это вот я чистая девушка, которая ничего плохого не сделала, только разделась перед вами. Никакого греха кроме этого на мне нет. Вы за это готовы меня сейчас прямо казнить. А вот то, что меня перед свадьбой отдадут на первую ночь этому нашему врагу, который над нами властвует, это нормально, это хорошо. Это вы готовы принять, за это вы не готовы власть. И тут у них в голове что-то все. Тогда они сговорились и восстали против греков. Вот такой мидраж тоже про обнажение, который воспользовался женщином для того, чтобы произвести шок для всех. Есть реальность, которую все знают и не могут себя заставить ее поменять и бояться ее. Но когда тебе вдруг... Вот это обнажение, оно в данном случае параллельно обнажению фактов, которые все знают, тем не менее, как бы их нет. А тут она срывает все покровы и говорит вот, им уже никуда не было от этого детства. Они поняли, что надо бороться, садить на войну. Так вот интересно такое не брать. Ну, то-то и оно, что весь пафос, весь шок обнажения, он работает только на фоне одежды, когда все одеты и один внезапно раздевается. И только в этом есть заряд. Как бы, если все одинаковые, что одеты, что не одеты, вот этого заряда уже такой силы нет. И это как раз опять же идет из главы перешит. Да, да, конечно. Как бы, я не знаю, есть люди, которые там последовательные, нудисты всякие последовательные, но они сами как бы, я не вижу, какой в них может быть для них интерес. Ну, вот, например, люди на пляже последовательно обнажают в каком-то периоде. Сначала там купальные костюмы для всех были такие длинные, закрытые, то считалось неприличным. А потом они все, они сокращались, сокращались, никакого эффекта это не добавляет человеку. Мне кажется, просто обнажение, оно само по себе да, вот, как вы говорите, оно имеет силу только по сравнению с одеждой, но одежда может быть, я думаю, может быть какая-то своя функция в мире важная. Во всяком случае, в нашем мире есть такая каблистическая идея, которая называет наш мир мир одежды, мир ловушим. Есть некоторые аналогии, да, но эта аналогия, она приходит из книги Берешим, это бытия, где они себе делают одежду. А метафора это того, что есть некоторая идея божественная, которая существует в абстрактной какой-то форме, в идеальной форме. Эта монакция, она в нашем мире, когда она спускается в мир действия, она облетает в какую-то одежду, какую-то форму. Кстати, это об этом пишет тоже каблист известный, о нем, по-моему, говорила, Равель Ишиф, Лешин, слово Ахлама, которого учил Тарафут, как говорят. Во всяком случае, его идея очень высокая, но это отдельная история. Давайте немножко продолжим прочесть, а то получилось, что, надеюсь, на середине завлекательной этой главы, которая называется Кен Бенни, они БМТаши урожатся, они мировали, а то есть ли конец? Конец? Человек с ним... Одну секундочку. А то как бы это смотри? А то как бы это про змеи, да? Я не помню, мы об этом говорили, что корень слова Бара это выведение из мира бесконечного мира. То есть оно символизирует смешательство Бога в естественный процесс. В данном случае вот это мы видели при начале творения, в пятый день, когда он создает этих змеев и там же это душу живую тоже, и создание человека. человек сотворен только тогда, когда это, конечно, немножко такое выражение трудное, творец осознает. Понятно, что он осознает, он как бы осознает, он знает это все заранее. Понятно, как мы уже говорили, можно сказать, что это двойная причина, я не знаю, как бы с одной стороны Земля не справилась с возможным. С другой стороны так и должно было быть. И тогда он создает человека. Такое понимание помогает нам уладить очевидные противоречия между Дарвинской теорией эволюции и второй, да, описывающей создание мира и природы. Ошибка теории эволюции, она в чем стоит? В том, что она полагает, что человек вышел из той же природной цепи развития, из которой превзошли все другие существа. На самом деле, в том, что нормально. Земля создавала эти существа вполне возможные, так как она их создавала в процессе эволюции. И поэтому он подчиняется тем же законам эволюции, что и вся природа. А в человеке все-таки есть что-то другое. Однако, согласно Таре, человек это особый случай в мире природы. Он был создан не как часть развивающейся цепи животных, а непосредственно творцом. Можно было бы удовлетвориться тем, что мы получили объяснение смягчающейся противоречия между Тарой и наукой, но у нас это не стояло нашей задачи. Конечно, это неплохо, что мы сейчас уладили противоречия, но мораль тут, Тары тут гораздо значительнее. Согласно Таре, человек был создан как живая душа. то есть он создан всевышним как живая душа с одной стороны, то есть способный делать моральный выбор, а с другой стороны он способен скатиться и вернуться к состоянию полевого зверя. У него есть такая двойственность из человека. Вот земля не смогла его создать, она создала некоторый аналог человека, вроде змея, который во всем может быть на него похож, но у него нету этого морального выбора. Когда человек идет по плохой дорожке, он скатывается до такого положения, фактически до положения змея, когда он становится совершенно аморальным и моральный выбор уже для него нерелевантен. То есть он может как поколение потока например, скатиться до такого положения. хотя потенциал у него быть живой душой, быть человеком моральным, искать нравственный путь. Апиесные нами два подхода очень сильно отличаются. То есть подход эволюции, что человек это часть природы и человек как творение Всевышнего. Если сначала все кажется ясным, почти самоочевидным, что потом возникают вопросы и сомнения пресекающие с естественным подходом к миру. То есть человек, который подходит к миру с естественным с естественными мерками, то у него возникают вопросы по отношению к царе. И ему кажется, что все, что он получил из царе, этот естественный подход ему противоречит. и мы уже настолько привыкли к западному образом мышления, противоречащему образом мышления царыш. Нам трудно усвоить этот новый старый взгляд на мир. То есть тот взгляд, при котором Всевышний создает человек, а не он продукт эволюции. И поэтому то, что Раба здесь предлагает, это некая альтернатива обычному пониманию. Как нам совместить так человека, созданного эволюцией, и человека, который создал Бог. Бог создал его все-таки в процессе эволюции. Хотя может быть и мог бы. Земля может быть и могла бы это сделать. Он ей поручал. Но результат все-таки не такой. Результат что это моральное существо потребовало вмешательство Всевышнего. И в этом есть некоторые важные различия. Человек создан отдельно. Потому что, как мы говорили, если бы Земля смогла его изначально создать вот такого нравственного человека, то весь окружающий мир, весь животный мир, он бы был порождением этой живой души, он бы был другой. Вся эволюция прошла бы другим путем, видимо. я не знаю, как мы уже говорили в первой главе Тих книги. Этара описывает нам, что на этапе первого дня Бог создал первичную материю, которая оформлялась в дальнейшем процессе шести этапов, они же шесть дней творения. Уже существует Земля, это Арет, и Земля Адама. Ее главное свойство это способность выразить, вырастить жизнь из себя. Действительно, Земля производит из себя водных животных, животных земли и воздуха. Однако, когда она пытается вывести наиболее развитые животные, называемые живой душой, раз за разом она терпит неудачи. И тогда Творец вмешивается в естественный процесс события и прямым путем приводит в мир существо, имеющее нечто общее с Землей, потому что он создает ее из Земли, но также отлично от нее. Вот мы тут видим, как это было, не реализовалось в отношении плодоносных деревьев повеления Всевышнего, и также, как не реализовалось оно в отношении живой души. Человек появляется в мире, представляющий собой в этот момент мир хаоса, то есть мир, который мы не в состоянии постичь, в котором гораздо больше не хватает, чем существует. При этом, как мы уже объясняли выше, именно такой несовершенный план был разработан, чтобы дать свободу выбора человеку в его мире. С одной стороны, это не способ... свободный выбор Земли она не смогла, не захотела создать, то, что на нее было возложено с другой стороны, такой план был заложен Всевышним. Больше того, мир, раскрывающийся человечеству в истории, допускает существование двух противоречащих друг другу базовых подходов. То есть я, находясь в истории, смотря на нее, я могу выбрать или один подход, или другой. Один из них, творца, не существует, все происходит через эволюцию, а человек, лишь развитые животные, порожден на этой бесконечной случайной системе. Системе, в которой нет творца, у нее нет назначения, нет цели, к которой человек стремится, это понятно, это некоторый мир, который случайным образом возник, развился, пришел к чему-то, но он существует более-менее стабильно, он может продвинуться куда-то, может не продвинуться, у него есть свои какие-то законы существования, но творца там нет, и нету цели, даже если он развивается, даже если он проходит эволюционный процесс, это процесс, у которого нет никакой моральной цели, он не обязан ни к чему прийти, он сегодня может продвинуться, а завтра может исчезнуть. Все неопределенное и временно. то есть сегодня он кажется нам стабильным. И в общем-то законы в нем существуют постоянные, но эти законы они ничего нам не гарантируют, они ни к чему не приводят, звезды рождаются, умирают, и мир движется куда-то. Развергаются вулканы, приходят цунами, потом какие-то материки тонут, материки всплывают. Тем не менее, мир все время движется по какому-то естественному бесконечному кругу. А второй подход состоит в том, что есть творец, который создал мир с определенной целью. И следовательно, ничего в этом мире не является случайным. Это кажется немного неочевидным. может быть, есть цель у мира, но в нем, тем не менее, есть место случайно. Но вот это утверждение, безусловно, утверждение, которое, может быть, и неочевидно, но оно несет очень большой заряд понимания. То, что ничего в мире не случайно отражает волю Всевышнего, чтобы мир был именно таким, как он есть. То есть, если у мира есть цель, если он для чего-то создан, значит, именно таким его Всевышний хотел создать, чтобы он двигался вот к этой цели. то есть, все изначально принято во внимание, в том числе и хаос, с которым мир начинается, и возможность ошибок природы. То есть, природа могла сделать, что геи велели, а могла и нет. И человек это отличное от других существо, имеющее свободу выбора. Мы сказали, это один из важнейших пунктов философии маниту именно свобода выбора человека, который реально существует в мире и который является свидетельством того, что есть в этом мире откровение, и есть в этом мире цельстворение, и есть в этом мире связь между богом и человеком. Это как бы одно является причиной другого. Прервалось, да? Он существует. чуть-чуть прерывалось, наверное. Я хочу сказать, что не совсем понятно, что здесь цель, а что средство. Одни одновременно являются целью и средством. С одной стороны, бог дал нам свободу выбора, чтобы мы могли сделать правильный моральный выбор здесь. И это как бы цель. И вот, что мы такими мира его исправляли. С другой стороны, вот это вот то, что мы продвигаем и исправляем мир, это путь контактов со Всевышним. Это как бы две вещи, которые связаны между собой. Трудно сказать, какая из них является. ни одна из них, они обе являются как бы причиной и следствием. Если понятно, что я хотела сказать. Понятно, я даже думаю, что цель, наверное, это самая проблематичная идея, которая, вот, то, что он говорит, есть люди, которые думают, что мир детерминирован, да. Ну, я не думаю, что кто-то уже сейчас думает, что мир случает, да, ну, что просто случайности. Не, ну, есть, конечно, да, но в принципе, ну, в принципе, как бы даже... Ну, извините. Но после всех теорий, как бы даже можно сказать, что случайности даже чем-то определены. Мне кажется, большая проблема это, есть ли цель у этого мира. Нет, это как бы постулат. Это понятно из самого актотворения. Если Бог сотворил мир, это значит, у него есть цель. Акт творения это моральный акт. Это не просто какая... То есть в системе ценности иудаизма акт творения это моральный акт. Это сделано с моральной целью какой-то. То есть особенно в теории, в подходе монету особое место занимает моральный выбор человека. Именно потому, что у всего творения есть моральная посылка. И если сегодня сам по себе естественный мир у него нет морали, но мир, в котором есть человек, у него безусловно есть мораль. и это продвижение морали в этом мире это базовая задача человека, то, что он должен здесь делать. Это вот по монету. И это же и есть контакт с человеком. На этой же почве происходит контакт и связь, диалог Всевышнего с человеком и откровения, которые свидетельствуют о том, что эта свобода выбора у человека существует. иначе если у мира нету цели, то вообще все это выбивает почву из всего. Зачем тогда нас создали? Если мне ничего не хотят, почему Бог от меня чего-то хочет? Почему Он хочет от меня морального поведения? Почему Он хочет от меня, чтобы я выполнял заповеди? Почему так важна моя связь с Ним? Если вообще говоря, я думаю интуитивно, человек все время, например, знаменитый Виктор Франкл, книга «Человек в поисках смысла». Все знают, кто такой? Нет? Алло? Да, слышно. Можно повторить? Виктор? Франкл, Франкл, человек в поисках смысла. Кто это такой? Мы услышали, да. не все слышали, может быть, в двух словах. Это одна из известных школ психотерапевтических, помимо Фройда и Адлера. Это человек, который прошел, еврей, который прошел гитлеровские лагеря, выжил там, и он сделал поразительное наблюдение, кто в лагерях выживал. Не те, которые были умнее, храбрее, сильнее, здоровее, нет. Люди, которым было ради чего жить, у них был смысл вне этой жизни, они хотели дожить, чтобы встретить своего любимого. Он хотел дожить, чтобы опубликовать свою теорию, чтобы развить свою теорию. Другой хотел написать книгу, третий хотел реализовать еще что-то. люди хотели выжить для чего-то, и они выживали поразительным образом. И это он потом воплотил в своей терапевтической практике. Он для того, чтобы дать возможность людям жить, он помогал им найти смысл в жизни. И это у него книга очень интересная, она как раз не религиозная, она не оторвана от понятия Бога. Она как раз говорит, что в этой точке поиска смысла он связан со Всевышним. Это ощущение необходимо. У него совершенно нету животных. Животное не ищет смысла, оно хочет поесть. Или ему любопытно на меня смотреть, вот он сел наверху на шкафу и глазеет. У него инстинкты какие-то, у него есть какие-то желания, предпочтения, он знает. Она знает, что я не разговариваю, эта кошка. И даже отвечает. Но при этом она не ищет в этом никакого смысла. Вне того, что происходит сейчас. Смысл может быть очень разный. Например, какой-то женщине, это очень трагический такой пример, но он реальный, какой-то женщине, тяжело больной раком, действительно находящийся в некотором депрессивном состоянии, он ей сказал, что одним из вариантов может быть это переносить свои страдания с достоинством и не возлагать их на своих ближних. То есть выполнить такую очень важную функцию в рамках своей семьи. То есть не грузить остальных своими трагедиями это вообще очень сложно, тем более кратить это плохо. Но вот маленький такой героизм может доказаться, что он придает смысл человеческой жизни и дает ей силы и значительность и смысл. То есть смысл может быть очень разным. в каждой точке и он вне именно сегодняшнего существования не поесть, не поспать, не получить удовольствие, а ради чего я живу. И человек теряющий смысл, он на самом деле теряет его жизнь очень-то. Потому что как бы не находит ради чего ему это жить. Поэтому это не одна цель и смысл. В каждой отдельной ситуации каждый конкретный человек может быть маленький смысл. Не всегда он вербализуется хорошо, формулируется так, но он ощущается внутри. А когда у всего творения есть, мы понимаем и верим, что у всего творения есть в конечном итоге какой-то смысл вне его, вне самого творения, вне сегодняшней жизни, что-то такое, что, ради чего мы готовы отдать жизнь иногда. Когда человек ради чего-то готов отдать жизнь, когда он знает, что есть нечто более важное, чем его существование, тогда это дает возможность ему реально наполнять его жизнь. Как ни странно, связь между жизнью и смертью, может быть, это слишком пахотно. давайте что-нибудь еще скажем, а надеюсь, мы... тут я насколько понял, смысл еще должен быть вне того состояния, в котором я нахожусь, потому что есть такие философии здесь и сейчас, вот мой смысл здесь и сейчас, мне кажется, они не настолько эффективны в этом мне кажется, да, хотя я не отрицаю, что есть в этом есть это нельзя совсем вынести за скобки, потому что здесь и сейчас это тоже нечто очень важное, вот я вот сейчас живу, я сейчас ощущаю, я сейчас делаю заповедь, я сейчас говорю сусловно, это тоже какой-то смысл придает, но безусловно, это находится только здесь и сейчас, это недостаток, мне кажется. Просто если говорить о психотерапии, да, есть такое направление, когда люди понимают, что наоборот, я страдаю, потому что я на что-то надеюсь, да, и если я от этого отказываюсь и погружаюсь здесь и сейчас, я начинаю получать удовольствие, есть такой подход к психологии, а вот вы описали совершенно как бы другой. Да, да, у Франка совсем другой, да, я не психолог, я не берусь тут, потому что психологические теории бывают разные, и у человека есть очень много разных уровней души и сознания, и в некоторых случаях работает одно, в некоторых случаях другое, и скажем, когда там я слушаю лекции по психотерапии, старые откуда называлась, завлекательное название, у курса было, и одно из утверждений там было, например, что ущерб в душе человека могут быть на разных уровнях, да, мы знаем, что там пять уровней, но мы дальше третьего не уходим, потому что это уже как бы вещи, которые вне, уже не только мы лично, а там связь народа, может быть, ну, не важно, будущем, прошлым, вышлим, а то, что как-то более-менее имеет ко мне отношение, нефиш, рох и нишама, и каждая она какой-то отдельной область она занимает, поэтому, если есть ущербы, есть нарушения, например, в области роха, бессмысленно его лечить приемник, который относится к излечению нефиш или нишама, это очень условно, все эти три части, есть много разных уподоблений, но если очень условно написать, можно сказать, что нишама, это некоторые идеалы, некоторые связи со Всевышним, что-то такое более возвышенное, что руководствует человека, нефиш это что-то гораздо более близкое к человеку, с чем он живет и дышит, как бы, реальный опыт его, а руах она связывает между верхней частью и нижней, то есть это она переводит с одного языка на другой, руах она называется руах мы малая рада, это то, что раши связывает с душой живой, это говоря способность формулировка языка, руах она разговорчивая такая, она разговаривает и формулирует для одной и для другой какие-то вещи, и если у человека неспособность осознать, формулировать, понять, дать форму каким-то идеям, и они не связываются с его реальной жизнью, то бессмысленно ему делать какие-то тренинги, в смысле такие, которые вы говорите, например, здесь и сейчас, это не поможет ему, понимаете, да, если у него есть проблемы с идеалами, то тогда ему нужно создать этот идеал, который даст ему возможность вот этой жизни, это очень и очень грубо, я просто хочу привести пример, что у каждого человека есть, это опять же не для практики, не пробуйте это делать дома, это я просто этим хочу сказать, что психотерапист, он тоже должен немножко разбираться в сути проблемы, которые происходят у человека, и, соответственно, ей искать ее решение. может быть, теоретически, знание каббалы кому-то более глубокое, чем я сейчас изложила, буквально очень грубо, оно может помочь и психотераписту реально, но для этого недавно мы как раз учили Рава Кука, это рота в кодиши, и он там говорит, о том, что знание мудрости каббалы, скажем так, мудрости святости, оно важно и для развития науки тоже, но для того, чтобы наука могла черпать из каббалы, из этой святой мудрости, необходимо, чтобы человек был знатоком в обоих областях, он должен быть, скажем, в данном случае, и прекрасно разбираться в психологии, и прекрасно разбираться в каббале, и тогда он может сделать, поднять обе вещи на большую высоту, лучше понимать и мудрость святости, и лучше понимать науку, но идея Равы Кукова в принципе такая, что близко к ему не то, что все должно быть в конечном итоге объединиться, все вот это множество, которое нам представляется здесь разрозненными совершенно различными областями знания, такими, как тара и наука, в конечном итоге, где-то в идеале они могут объединяться. Так, я заговорилась. Не, на самом деле очень все логично, потому что собственно вот та же теория Дарвина, да, почему она не может продвинуться, потому что сама изначальная идея, ну как бы она до сих пор не поменялась, да, поэтому соответственно если пересмотреть идею, это не значит, что все как бы методики, да, которые там ее подтверждают, что они будут не нужны, они вполне очень даже там полезны и нужны, и там если, например, говорить про психологию, то вот это здесь и сейчас это обычно, ну насколько я знаю, это излечение таких травматических ситуаций, ну когда человек в каком-то моменте, оно, если ты не понимаешь общей как бы концепции, говоря там о своей жизни там или вообще там о то, что мы читаем здесь, о цели жизни, то как бы это тебе в конце концов просто поставить тебя в такие рамки, из которых ты опять тебе будет в них тесно, да, ну вот и я просто для себя всегда так понимаю, что вот это свобода выбора, на начальном этапе можно представить там, ну каждый себе какую-то картинку рисует, что это как программа в компьютере, да, там, допустим, то есть разные математические пункции могут сложить ее или так, или сяк, но так или иначе это, ну как бы находится все равно в одной программе, но на самом деле это гораздо больше, ну не из-за того, что мое сравнение такое дурацкое. Нормальное сравнение, да. Да, но что это, наверное, это еще даже больше, чем программа, но мне кажется, на каком-то этапе вот такое понимание, оно достаточно, а дальше уже, наверное, что-то еще. Может быть. Я думаю, что вот то, что вы сказали, что это лечение, как вы говорите, лечение травмы, это вполне согласуется с тем, как я просто это так придумала в данный момент, я попыталась это согласовать с тем, что когда-то я слышала Адра Алказовского, но оно очень не соответствует, потому что у человека нет проблемы с идеалами, у человека нет проблемы с информировкой и с реализацией, но он травмирован в этой жизни, с ним что-то случилось, он здесь, вот сейчас столкнулся с чем-то, что его разрушило, разрушило его нижнюю душу, и ей нанесен ущерб, она жила нормально, какой-то вот нормальной жизнью, и потом вдруг напал на нее насильник и изнасиловал, мы же душе это, идеалам это не мешает, и это рухли скажут, что такого, подумаешь, это его проблема, ты чиста, с тобой все в порядке, но вот этой нежной душе, ее мир разрушился в какой-то момент, да, ну, я травму просто для примера такую привела, и ей для того, чтобы вылезти из этой травмы, ей действительно нужно осознать привязку к этому миру вот сегодняшнему, сейчас, ну, да, его функционирование, его жизни, выйти из того, из состояния травмы, которое было, оставить ее сзади, пережить ее, ну, я не знаю, тут разные методики есть, человек должен и пережить ее тоже, он не может ее запихать под сознание, он должен ее пережить, и тем не менее, присоединиться к жизни, которая реально сейчас существует, мне так кажется, что именно то, что я имела в виду, что это вот в определенной ситуации, когда какая-то часть души, именно вот, все это условность, как сказать, деление души, оно условно, это для того, чтобы мы лучше полем. Ну, оно пенит, потому что оно хорошо работает, наверное, да, и, ну, и Каббала говорит, что так мир устроен, это очень, очень, похоже на, как бы, очень соответствует Таре, сотворению мира, там уже, да, этим мирам, которые так развиваются, от брия, и цера, и осея, и душа человека также в них вкладывает. Так что, в общем, нам это очень подходит, то есть, мне, ваше, очень кажется, это очень подходит для понимания себя, для сознания себя, в частности, для терапии тоже это может стать. Ладно. Я сейчас, ой, появлюсь на экране, все-таки, я остановлюсь, надеюсь, да, чтобы сейчас, если кто-то хочет сейчас сказать, я бы с удовольствием послушала. Что-то Вика сегодня молчит. Я насчет, да, здравствуйте всем, я насчет здесь и сейчас хочу сказать насчет психологии. Дело в том, что размышления о будущем, они, как правило, не приводят ни к чему хорошему, ибо неизвестность она в любом случае страшит. То есть, это опять же ввергание в депрессию. А думать о прошлом, которое нельзя исправить, перематываться там бесконечное количество раз, это тоже не имеет смысла, поскольку тоже ведет к депрессивному взгляду на жизнь. Поэтому, собственно, здесь и сейчас это сродни инстинкту самосохранения. Чтобы не удручиться окончательно. Я думаю, вот в этом плане очень помогает. Ну, ну да, но при этом все-таки человеку важно, чтобы у него была какая-то дальняя цель. Тут вера. Допустим, допустим, я не обязательно уверен, что я до этого отойду, но у меня есть какие-то представления о своем жизни очень важный смысл какой-то. Вот в этом, в этом, в этом. Не обязательно сформулировано там по пунктам, но если она теряет смысл, то есть, ну, известный вот этот феномен там диссертации, да, у человека очень много лет жил в идее защитить диссертацию доктора. Защитился, и после этого у него там через пару месяцев феномен что случилось. Он потерял смысл жизни, он все, он выдохся на этом совершенно. Он не нашел ничего нового. Это не исключает, это помогает жить в реальности как бы более-менее спокойно, я бы так сказала, чтобы не было вот этих вот размышлений, а если будет так, 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 когда все равно это выводит в негативную сторону. Размышления это бывает, человек приходится решать, вот я там хочу снять квартиру, где мне ее снять, здесь или там, это бывает, а если так, тогда размышления. Пока, пока мы не, это у нас не превращается в какую-то параной, а если так, а если так, а если это, как в этой сказке, а если я выйду замуж, а потом я, родится ребенок, и он спустится в погреб за горшком, и он упадет на него и разобьет, там, я не помню, топор или что-то. И вот вся семья сидит и плачет, они. Да, сказка такая есть. Конечно, это, это бессмысленно, как бы, такие вещи. Мы планируем как-то минимально какие-то в ближайшие времена. Неожиданно, почти всегда, иначе, просто, по-моему, не бывает, или иначе просто с человеком что-то не так. Ему падает на голову кирпич, или там он попадает в не в тот город, он встречает девушку, он расходится с женой, он выигрывает в монстрею. Что-то случается, что-то непредвидимо. Постоянно. Да, это постоянно. Мы не всегда в состоянии оценить чувство юмора Всевышнего, но оно всегда с нами, он всегда с нами. То есть, с нами все время что-то случается, иначе, мне было бы интересно, нам все время приходится делать свой моральный выбор. И это вот именно в этой именно ситуации нам необходим ориентир, нам необходим смысл, ради которого мы существуем. Потому что, если человек скажет, я хочу сегодня этот торт, и мне все равно, что там, или я хочу сегодня там играть в игру, и мне все равно, что я завтра должен бежать в марафонской дистанции. Ну, это я так как бы. Я по поводу одежды все-таки хотела еще сказать. Видите, мне кажется, вот одежда, она послужила началом для товарно-денежных отношений. Она послужила началом появления денег. Ну, и всему остальному плохому. Если бы, естественно, погодные условия на Земле разные. Если бы одежда стала бы универсальной хотя бы, там, летом это белая туника, ну, предположим, зимой это коровья шкура там или еще что-нибудь, да? Если бы она была универсальной, не было бы таких зависимостей от денег, от имиджа, там, еще что-то. Я так думаю, что одежда роль очень большая в этом плане. Она, наоборот, вытащила все человеческое несовершенство наружу. Ну, вот это как любая материальная штука. Это литоварение материальности, мне кажется. материальное это только средство. Как вы его используете? Тот же самый топор, им можно рубить дрова, а можно зарубить старушку. Поэтому в нем самой, в самой одежде, как во всем остальном, ничего плохого нет. Точно так, как одежды нашего мира, которые одеваются в идеальные понятия или идеи, неважно, они просто часть этого мира. Важно, что мы с ней делаем. Один использует одежду для того, чтобы что-то из себя изображать, что нет на самом деле. Покупать себе какой-то имидж, который не соответствует реальности. Способствует соревнованию суперчасовых, супергамстоков и супер... Ну, социальные условности, которые вот миром денег, собственно. Да-да-да. В общем, как бы совершенно не... Это тоже знаковая система, но которая непонятно для чего она нужна, когда в принципе вполне как бы... Я не знаю. Ну, она существует, значит, она там нужна. Она может в какой-то момент совершенно отобрет, потому что никому уже не будет интересно. Сегодня у многих миллионеров... Ну, отмирит не помрет, потому что климат разный. Я говорю, но вот... не одежда, а такое использование, я хочу сказать. Да, у сегодняшнего миллионера там Билл Геттс какой-нибудь не плевать на одежду. Он может прийти как угодно одетом. Или там в Израиле, как известно, с Мессиси... Ну, ладно, неважно, это отдельный анекдот. Но у нее же и другая есть функция. Человек, когда одевается, он выражает какую-то часть себя. Вот я люблю такие цвета. Одна одевается в черное, другая в красное, третья в бежевое. Некоторому хочется, чтобы на нем были клеточки. Это не просто так, ему хочется, чтобы на нем были клеточки, понимаете? Это какая-то часть его души. Это как оперение, наверное, у птиц. Это для распознавания друг друга, что ли, на запах мы уже разучились друг друга опознавать. Может быть, это для распознавания друг друга, что ли? Нет, я могу этим что-то сказать. Есть же искусство, да? Оно говорит... Вот да, сродни искусству. Оно говорит человеку что-то. Эта картина говорит языком красок, и форум. Что-то мне говорит. То есть, с одной стороны, это язык, с которой Бог разговаривает с нами, мы смотрим вокруг на этот мир и видим вот этот мир что-то, что Бог там хочет этим сказать, этим морем или этим осенним лесом или этим снежной зимой. Мы смотрим на это, замирая, иногда у нас душа, горы, полны каких-то, душа полна каких-то ощущений таких. Ну, не у всех некоторые равнодушны к этому, но очень многие видят за этим какое-то слово Всевышнего за этим миром. Это тех, кто знает, что Бог есть, им природа что-то говорит. С другим они просто говорят, ах, как красиво. Он это не читает, он не видит за этим смысл, не ощущает какого-то слова. И то же самое, человек, когда он одевается, он что-то хочет другого сказать. сегодня я одел черное, пришел, я пришел, к примеру, там, сейчас это у евреев не принято, но по всяким, другим причинам. В свое время, когда приходили, в салмузе приходят они утешать, скорбящих, они одевают черное, это что-то говорит, да, я одел черное, чтобы показать, что я оскорблю вместе с тобой. сегодня это, так сказать, черное одежда, поскольку это очень-очень было расписано в христианстве, у евреев они решили этот обычай, это мне не знаю, может, какой-то дополнительный смысл в этом есть, не знаю. У других народов, например, белый цвет работает, это по-разному бывает. Ну и кроме того, это крайний случай, но просто человек одевается на праздник по-другому, чем он одевается в будни. Коэн одевается, в Айтенате, чем крепочина эстрадит. Его одежда, она говорит, например, в некоторых случаях о его профессии, о его назначении. Средство общения между нами, что ли, невербальное? Да, 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 это язык, это язык определенный. Это язык определенный, да. Вот. И как есть язык жестов, есть язык, помимо язык слова, интонации, взглядов, чего угодно. А к этому добавляется еще язык. Конечно, мы всегда можем прочесть другого неверного. Это бывает, непонимание. У нас много средств общения. Тогда получается, что Всевышний оделся в одежду этого мира, чтобы нам что-то донести. То есть, это его речь, это его выражение. В частности. Не только, конечно, через мир, да. Я думаю, он через мир к нам обращается, безусловно. То есть, такое мое ощущение. Тот, кто не видит этого Всевышнего над этим, для него мир, он не мой. Это речь, понимает только тот, кто знает, что за этой одеждой кто-то скрывается. Что есть Всевышний, который... Для него это речь, да. А для других это просто. То есть, я не хочу сказать, что он не ощущает какого-то... Что у него нет чувства перед морем или перед горами, или когда он видит природу. Он тоже какое-то наслаждение испытывает. но это ему как бы... Она для него немая. Она с ним не разговаривает. То есть, это чувство, оно как бы ничего не говорит. Все то же самое, но немое. То есть, на самом деле, жизнь может быть... Интересно, что жизнь атеиста и жизни верующего человека может быть наружу одно и то же совершенно. Но один в каждом поступке, в каждом событии, которое с ним случается, он слышит или в каждом виде, которое он видит. Он видит слово Бога в мире, а другой не видит. Хотя чувства, в общем-то, могут быть похожи. Кроме вот этого небольшого... небольшой разницы. Ладно, давайте остановимся. Очень было сегодня приятно и интересно, по-моему. И я всем очень благодарна за участие. И значит, на следующей неделе я сейчас закончу это самое recordе. Спасибо. Продолжение следует...